В клинике иммунопатологии начинают испытания лечебной вакцины от гепатита С. Лекарства от этого вируса в мире пока нет, как и закона, который позволит использовать клеточные технологии в лечении. Лучших педагогов назвали в финале городского конкурса. Кто стал учителем, воспитателем и школьным психологом года? Немцы прислушиваются к Новосибирску. Урбанисты из Европы гуляют по улицам, записывают звуки города и шумов составят музыкальную композицию. Информационные итоги уходящего дня подведем в выпуске новосибирских новостей. Здравствуйте. Театр оперы и балета устроит финансовую проверку после скандала со спектаклем «Тангейзер». В Министерстве культуры провели общественные слушания и обнародовали официальную позицию ведомства. Вот цитата. Минкультура России считает недопустимым вольное или невольное выражение неуважения к традиционным ценностям, проявленное руководством театра и режиссером-постановщиком. И указывает директору театра Мездричу на недостаточность контроля за возглавляемым им учреждением. Конец цитаты. Также в Минкульте подсчитали, что театры должны избегать постановок, способных спровоцировать раскол в многонациональном и многоконфессиональном обществе, добавив, что в крайних случаях могут лишать трупы финансирования. Правда, при этом Минкульте подчеркнули, что считают цензуру недопустимой. В ведомстве рекомендовали режиссеру скандальной оперы Тимофею Кулябину публично извиниться перед теми, чьи религиозные чувства он задел. Объем гособоронзаказа для прибора строительного завода «Шваби» вырастет в этом году до 15%. Полмиллиарда рублей направят на техническое перевооружение предприятия. Это позволит заводу начать выпуск абсолютно новых для России микроскопов. В производственных цехах сегодня побывал мэр и наша съемочная группа. Продукция сибирских мастеров известна давно и не только в России. Телескопы для астрономов, простые и сложные снайперские прицелы, приборы ночного видения и тепловизоры. Во многом эти разработки превосходят зарубежные. Вы на меня смотрите? В камеру я на вас? Да, да, да. Кого видите? Ну, всех вижу. На сквозь? Государственный оборонный заказ чуть больше половины объемов всего производства, рассказывает мэру. Руководство завода планирует, что в этом году продукции для военных выпустят на 15% больше. Рассчитывают на увеличение госзаказа. А за счет совместных проектов с Министерством промышленности и торговли области в развитие предприятия будет инвестировано порядка полумиллиарда рублей. Я несколько раз был на заводе и был свидетелем того, как медленно, тяжело завод выходил, очень трудно выходил из кризисного состояния, когда неожиданно заказ пришел в последние месяцы года, в сентябре месяце пришел, надо было сделать за короткое время годовую программу, оставалось 3 месяца до конца года, надо было сделать годовую программу и завод справился, и коллектив справился. В прошлом году выручка завода от продажи продукции выросла и составила более 2,5 миллиардов рублей. Соответственно, увеличились и налоговые отчисления в бюджет города. В Новосибирск предприятие было эвакуировано во время Великой Отечественной войны. Продукцию, так необходимую фронту, начали выдавать практически с колес. Самое интересное, что прицелы образца середины прошлого века оказались настолько простые и надежные, что их делают здесь до сих пор. Наши снайпера прошли всю войну. Однажды мне попал в руки прибор 40-го года выпуска, вот так вот положил рядом, разницы не нашел. Сейчас руководство завода всерьез думает над расширением производства. Уже в этом году планируют начать работу над созданием автоматизированного измерительного микроскопа и других приборов. Для Швабы это новый уровень, выход на который обойдется предприятию в 20 миллионов рублей. Виталий Деденко, Олег Макаров, Новосибирские новости. Новосибирские иммунологи на пороге серьезного открытия. Врачи готовятся к клиническим исследованиям лечебной вакцины от гепатита С. Новая методика заставляет собственные клетки организма восстанавливать пораженные. С медиками встретилась Анастасия Ваганова. Гепатит С врачи называют «тихим убийцей» из-за способности вируса маскироваться под множество других заболеваний. Даже при обнаружении лечению поддается крайне сложно. Да и профилактической вакцины в мире не существует. Клиника иммунопатологии начинает клинические испытания лечебной вакцины, разработанной совместно с новосибирскими учеными. Ограниченное число людей. Их всего наберем пока 15. Бесплатных совершенно. Будем за ними наблюдать. Там 9 месяцев лечения. Это пациент-зависимая технология. Его клетками его будут лечить. Итоги эксперимента подведут в следующем году. Есть шанс, что появится первая в мире вакцина от гепатита С. А уже сейчас клеточные технологии в клинике успешно используют для лечения цирроза печени, сахарного диабета, последствий инсультов и многих других болезней. В арсенале врачей клиники – оборудование, которое позволяет находить пораженные клетки на самых ранних стадиях заболевания. Если мазок крови может морфолог просчитать 100 клеток, 200 клеток, то проточный цитоплюориметр за какие-то несколько секунд или минут может просчитать тысячи, миллионы и даже миллиарды клеток. Виктор приехал в клинику из Кемеровской области с серьезным заболеванием печени. На родине помочь ему не могли. После лечения в Новосибирске уже через пару недель мужчина стал чувствовать себя значительно лучше. «Клеточки берут из костного мозга. Нет, не больно, потому что забор делается под наркозом. После наркоза никаких таких великих ощущений неприятных нет. Все нормально». Но даже после выписки Виктору придется регулярно приезжать на приемы, потому что ни в каких других больницах такие методы не используют. Новосибирские иммунологи рады бы поделиться своими разработками, но клеточные технологии Минздрав до сих пор не разрешает применять повсеместно. Соответствующего закона и врачи, и миллионы пациентов ждут уже не первый год. Анастасия Ваганова, Денис Савинский. Новосибирские новости. Сегодня в Новосибирске назвали лучшего учителя, школьного психолога, молодого педагога и детского воспитателя. Подвели итоги сразу четырех городских конкурсов. Александр Попов встретился с победителем. Роль преподавателя, победитель конкурса «Учитель года» Максим Лавренчук примерил на себя еще, когда сам сидел за партой. «В начальных классах мне предоставилась роль учителя. Но в любом случае мне понравилось, когда уже мои одноклассники меня называли по имени-отчеству». Теперь Максим Сергеевич легко объясняет трудности перевода. Свою методику он назвал замысловато, интуитивный синтез реальности. Все задания на уроке связаны с реальными героями, событиями, предметами и животными. Дети должны знать, в каком контексте и где применить свои знания. Я даже время не смотрю, там, быстрее бы уже звонок, быстрее бы уже звонок. Я наоборот хочу, чтобы он побольше продлился. По учебникам как бы все тускло, пасмурно, только учишься, а так мы играем и лучше запоминается. Ученики в победе своего преподавателя на городском конкурсе и не сомневались, для них он всегда был лучшим. Я всегда его с первого раза понимаю, даже ничего переспрашивать не приходится. Допустим, с утра плохое настроение, пришел на французский, и Максим Сергеевич тебя шуткой развеселил. Новые методики, игры, викторины, интерактив. Не только Михаил Лавренчук, практически все участники городских педагогических конкурсов продемонстрировали интересные технологии преподавания. Возможно, в скором времени все-таки традиционный подход к обучению будет преодолен. Процессы, связанные с течением времени, с внедрением различных информационных технологий, они заставляют нас быть мобильными, креативными. И поэтому я думаю, что кардинальный какой-то перелом системы развития образования в сторону иного мышления, ну не так далек. Лучших педагогов сегодня наградили и поздравили с успехами. Конкурс закончился, но разработки его участников пополнили копилку учителей города. И это для победителей тоже своего рода награда. Александр Попов, Даниил Смирнов, Новосибирские новости. Путешественник Анатолий Кулик вернулся со своей командой из экспедиции по Тихому океану. За несколько недель мореплаватели преодолели более 2000 миль на катамаране, который сконструировал и построил сам Кулик. Экспедиция повторила легендарный маршрут Тура Хейрдала. 6 часов вечера, 6 марта. Ой, какое марта? Или марта? Почти месяц скитаний в открытом море, и экипаж начал путаться в датах. Путешествие долгое – из Перу к острову Пасхи. Для этой экспедиции Анатолий Кулик собрал новый катамаран – Тион, площадью 20 метров на 4. В команду к себе взял четверых новичков. После возвращения в Новосибирск они делятся впечатлениями. Это очень здорово, когда ты оказываешься в такой ситуации, когда ты вырван из информационного потока, из суеты ежедневной. У тебя есть возможность просто посидеть и подумать. Ну, причем не просто возможность, а, кстати, необходимость. Это тоже очень хороший опыт, очень полезный. Два года назад Кулика точно так же встречали в аэропорту. Тогда путешественник, вернувшись из кругосветки, первым делом заявил, что дальше Обсково водохранилище теперь ни за что не поедет. Но дух странствий победил. Кулику с его-то опытом. И в этом путешествии было чему удивляться. Очень сложная бюрократическая машина. Перу – это просто за предел. Вот за предел. Скажут, мы поимели то, что за все вместе походы вместе взятые, не поимел бюрократического аппарата. Я всегда говорю, что чего я боюсь, когда меня спрашивают. Я всегда боюсь вот оргвопросов вот этих вот с бюрократической машиной, именно той страны, куда нужно будет собрать катамараны, везти. Это оказалось вот что-то за предел. Заблуждение, что такие катамараны, как Теон, для долгих морских переходов непригодны, Кулик не раз опровергал. Капитан судна и КОК по совместительству не дал команде ни скучать, ни голодать. В путешествии главное – правильно рассчитать запасы. Ведь океан непредсказуем. Рыбы было, к сожалению, очень мало. Я никогда раньше ничего не знал про Тихий океан и знакомился с ним по книгам Хирдала в процессе плавания. Сложилось впечатление, что Хирдал несколько полемически заострил об обилии их теофауны в Тихом океане, потому что нам попалось только два тунца, один из которых очень маленький. Мы видели только одну акулу, немножко дельфинов, и уже перед подходом к острову пасхи видели китов. Пришлось команде и погрустить. Несколько дней ветра не было вообще. Стиль был сложный. Там слишком много солнца было, и я от него уставал очень сильно. И самое, что меня расстроило, наверное, чуть-чуть, я не переболел морской болезнью. Я никак, как многие, не испытал этого чувства. Было небольшое какое-то ощущение, но не в полной мере. После возвращения новые планы. Через год снова в море решил экипаж Теона отправиться на Таити. Алексей Фазлеев, Мария Черешнева и Даниил Смирнов. Новосибирские новости. Для садоводов устроили антикризисную выставку. В дачной академии рассказали и показали, как можно сэкономить, готовить деликатесы из выращенных на грядке овощей и ягод. За советом отправилась и моя коллега Мария Черешнева, а заодно подвела итоги своего эксперимента. Как и подобает юбиляру, дачная академия пришедших на праздник угощает. Разносолы, мед, компоты, ягодные наливки и домашнее вино. Опытный садовод Тамара Пеганова на суд коллег выставляет свое достижение – мороженые ягоды. Здесь сахара нет, натуральные ягоды, поэтому и угощаем, и раздаем много. И с удовольствием берут гости и сами едим, каждый день размораживаем. Юбилейная выставка дачных академиков – антикризисная. Квашеная капуста и соленые грузди, даже маринованные листья винограда. Дачники показывают, как можно сэкономить и получить качественный продукт. Население у нас в последние годы немножко, так сказать, обленилось в выращивании картофель. Все считали, что дешевле купить. Сейчас будет поворот именно в эту сторону, что возобновят выращивание картофеля именно на приусадебных участках. Семена подорожали, как и все остальное. Перед посевной садоводам предстоят основные траты. Агрономы призывают не скупиться. Слишком дешевые семена часто плохого качества. Дорогих в пакетах мало, но шансов на урожай больше. Вот пять семечек купили, и все пять зайдут у нас. И из всех пяти мы получим растения. Это уже экономия. Мы не потеряли ни время. Мы взяли очень хороший урожайный сорт. То есть, вот мы на этом, все, что мы делаем правильно, на этом мы экономим. Чуть больше десяти дней назад мы начали эксперимент. Купили семена моркови на ленте, гранулированные и инкрустированные, чтобы узнать, дает ли защитная обработка эффект или все это выдумки маркетологов. Пришло время подвести итог. Итак, мы оценивали всхожесть, и первыми появились ростки семян на ленте. Правда, не все. Один не взошел, и выглядят они более хилыми, чем, например, всходы инкрустированных семян. А гранулированных ростков всего два, причем довольно слабых. Очень трудно пробить твердую защитную оболочку гранулы. Вывод порой лучше потратится. А ленивый, как в случае с гранулированными семенами, будет платить дважды. Самый лучший вариант для дачников – не покупать каждой весной новую партию красочных пакетиков, а высаживать старые или использовать семена со своего огорода. Мария Черешнева, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Около двух с половиной тысячи захоронений ветеранов Великой Отечественной нашли на городских кладбищах. За год среди заброшенных памятников обнаружили почти тысячу могил героев войны. Как только растает снег, их очистят, вымоют памятники и ко Дню Победы украсят цветами. За некоторыми погостами уже неком ухаживать вместо родственников. Это становится делом сотрудников кладбищ и волонтеров. Очень важна помощь волонтеров. На Гусино-Бродском кладбище в прошлом году привлекались даже что-то типа студенческих отрядов, школьных отрядов. Мы очень рады и готовы принять любую помощь. Как звучит Новосибирск, изучают немецкие урбанисты. Знатоки городского пространства не только звуки записывают, но фотографируют и опрашивают жителей. Чтобы проникнуться атмосферой, выбрали самые людные места площади Калинина и Маркса. За экспериментом наблюдала Ольга Маховская. Это путешествие 45 минут. Пешком главная задача не произнести ни одного слова и идти в полной тишине, чтобы услышать, как звучит город. Город сам создает свою музыку. Гости из Берлина удивляются. Невероятно, но шум машин буквально в 20 шагах от главных магистралей растворяется, превращаясь в тишину. Хватит слушать, давайте шуметь. Катрин Вильднер, специалист по музыке городов мира. И на слух может определить, где находится. Если танго в Буэнос-Айресе, хип-хоп в Нью-Йорке. Новосибирск пока остается загадкой. Для Новосибирска я нашла типичными звуки закрывающихся и открывающихся дверей. Звуки транспорта. На дискотеке я услышала даб-степ. И думаю, эта музыка подходит этому городу. Саундтрек площади Маркса. Звуки из динамиков ГУМа. А главное открытие самих новосибирцев после прогулки в нашем городе не слышно людей. Никогда на это не обращала внимания. Оказывается, даже птицы тут говорят чаще, чем люди. Чтобы узнать свой город, мало в нем просто жить, говорят экспериментаторы. Его нужно постоянно исследовать. Тогда удастся посмотреть на привычное по-новому и удивиться. Я слушала, как капает капель, например. Или как скрипит качеля. То есть то, что в повседневной жизни, спеша на работу, я пробегаю и даже не замечаю этих звуков. И город сразу обрастает какими-то живыми мелочами. Он становится каким-то живым, теплым, уютным. И ты думаешь, что даже вот этот немножко деревенский образ, он как-то теплее и ближе, чем вот этот индустриальный, машинный. Все-таки деревенская пастораль или громкие звуки индастриал. Точку в спорах урбанистов, как звучит город, должны поставить сибирские диджеи. Они соединят разрозненные шумы, музыкальный ряд. Услышать новосибирск в оригинальном звучании можно будет уже в субботу. В лофте трава. Ольга Маховская, Роман Семенов, Олег Макаров. Новосибирские новости. И это все. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова